Так, слушаю. Кто и откуда и зачем? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Меня зовут Георгий. Я беспокой из Москвы. И хотел сказать за ваши труды. Большое вам спасибо, слава Богу, что на нашей планете Земля есть такой человек, как и не являетесь вы. Вот, читая и слушая ваши проповеди, приобрел, долго искал, приобрел вот такую и вот такую. И в Библии, ну вы знаете, я там читаю, значит, когда считаю, там 70, даже больше получается, сколько синодальный перевод, но все равно я как бы не доверяю, потому что и в Оптинопустыне, и в филиалах Оптинопустыне, то есть что хочу сказать... Так, подождите-ка. Сейчас. Да. Подождите. Кто? 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 Это я, Игнатик. Он просто голос, я не слышал, а у меня голос, не молюсь. Слава тебе. Это пришли в храме, тут надо уборку делать. Так вы, на первой странице там у вас написано, наверное, кто издал? Вы знаете, на первой странице, значит, написано вот так. Если это написано, и в соответствии с действительностью проверять не надо, оно истинное. Ну, то есть, там написано, что это синодальный перевод и благословлением патриарха. Кирилл, я видел. Это настоящая, полная, лучшая Библия в мире. Да, потому что там даже не 70-е, мы считаем, очень много дополнений, разъяснений. Ну, это вот, это тоже откровение, это все последнее заканчивается. А это у вас указатель. Книг только 77. Понятно, понятно. Спасибо большое. Слава Христу. А вы где находитесь? В Москве. В Москве, можете считать, недалеко от центра. Беспокоенно. Понятно. Я, вы знаете, имел неосторожность, вчера звонил, и получается, не подумал, что между нами где-то 3-4 часа разницы. То есть, получилось, у вас где-то в втором часу ночи я беспокоил. Ну, да. Не подумал, забыл, что у нас страна такая великая. Понятно. Я вам сброшу тогда, когда можно звонить. Только заранее надо написать будет, что такой-то подходит, чтобы я освободился, чем занимаюсь. Понятно. Игнатий Тихонович, а мы хотим по вашей книге, вот 3 книги, которые, как получить нам, возможно, там... Так, не все понял. Вы с этой стороны зайдите, чтобы видно было, туда. Рядом. Здравствуйте. Ну, а вы-то не уходите, подвиньтесь, вплотную я обоих буду видеть, вот так, рядышком. Так. Вы хотели бы ваши книги получить, как это возможно сделать? Вот сейчас мы поговорим, я вам скину условия. Хорошо. Только не отходите, и сразу, как только разговор окончится, я скину вам все. Хорошо. И тогда мы, как вы и сделаете, мы перевод сделаем, адрес отправим и будем ждать. Да, там написано, что вы квиток пришлете, и я, чтобы видел, что оплачено. Все. А, Игнатий Тихонович, у нас такой вопрос еще. А, значит, все-таки у нас есть, у меня есть сомнения, что меня в детстве крестили поливанием, да? Да, потому что я очень чувствительная, да, я человеческую боль очень чувствую, да, и, ну, вот есть сомнения, что это было сделано неправильно. Я разговаривала со священниками в Оптиной пустыне. В Оптиной пустыне. Да, все. А они говорят, что раз вас крестили, значит, вы крещеные, и нечего вам переживать. Это на немники говорят, как, их называют волками лютыми, в Писании. Шестой Вселенский Собор, 84-е правило. Там гласит так, если у тебя есть сомнения и нет достоверных свидетелей, немало не сомневаясь, прими крещение, да не будешь лишен такой благодати. А они на чем не основываются? Они просто так, чтобы люди не ушли, свечки покупали. Это... Так, вот мы у нас, нынешний, крещение будет в озере, 7 июля. Июля, 7 июля, о, как что. Я вам, я тогда скину там, если бы кто-то на своей машине приехал, вам бы еще легче было, или прилететь. Ну, тут встретить могут. Ага, понятно. Но надо дня на три будет раньше, потому что у нас тут занятия пойдут. Кто приезжает первый раз? Понятно. А у нас тут из Германии, из Франции, откуда только не было, приезжали, крестились. Из Италии? Просто батюшка нам как объяснил, что если мы это будем делать, то, возможно, тот священник, который нас покрестит, у него могут быть какие-то неприятности потом, да? Если мы были правильно крещены. Да это нет такого в Писании, это он все выдумывает. Каноны четко говорят, если нет достоверных свидетелей, то немало, не сомневаясь, прими крещение. Все. А остальное, что он накручивает, это бред. Как Затауз говорит, бред не пьяных старух. Молодой священник, батюшка, совсем молодой, поэтому как бы... Так, подождите, а сколько молодой? Ну, как молодой, может, ему 35... А, 35, это уже священник. Да, раньше 30 нельзя в священнике рукополагать, он извержен должен быть. 14-15 правила 6-го Вселенского собора. Ибо и Христос вышел на проповедь не раньше 30 лет, которая раньше рукоположена. Они лезут выше Христа. Ну, вот, батюшка Илеодор, это диакон в Уптиной пустыне, он сказал, что даже Алексий II говорил, что если вы полевали, сомневаетесь, надо перекрещивать. Обязательно. Ну, это говорил воин Яценецкий, архиепископ. И на Афоне, которые моченые приезжают, они с ними даже не разговаривают, сразу в море и крестят. Крещение, снова крещение, переводится погружение. Я о крещении вам скину материалы тут же. Вот не забудьте, значит, о книгах и материал. Большой материал, вы прочитаете. Я этот материал готовил 40 лет. Мы следим все, смотрим каждый, нам очень-очень, мы такую информацию, мы, батюшка, главина слушали, а потом нам Бог послал, как бы, видимо, да, вот вас. И мы просто вот черпаем, мы просто в губки, в пикахе, в пикахе. Знаете, Тихонович, я и ночь, и утро, и вечер, и день, я с вами ем, пью, сплю. А вы знаете, где храм Христа Спасителя, там Кирилл Сахаров на Берсеневке? Да. Вот вы говорили, мы тогда... Да, когда бы мы не приехали туда, он меня сразу переодевает и на проповедь в храме. Понятно. Ну, это очень помогает. А вы когда у тебя на пустыне были в последний раз? Когда были? Нигде я не был больше. У нас было миссионерское путешествие. Я в каждую библиотеку. Посетили 650 городов. До Владивостока дошли, а потом до Лиссабона. Испанию, Португалию, Скандинавию, Прибалтику и Север прошли. 120 тысяч километров прошли. Мы подарок сделали на 35 миллионов рублей подарили. Вы знаете, вот каждый раз, в каждой беседе, когда вот вы повторяете все, вот говорите, я каждый раз слушаю до конца. Хотя я каждое ваше слово как бы уже наизусть знаю. Ну, это уже любовь. Потому что я понимаю, что вы воин, вы и от Господа Бога, и Его Слово говорите, вы очень чутко чувствуете психикой, психологией, духовный настрой человека. И когда позавчера у вас беседа была, я очень сильно переживал, потому что у меня душа чувствует, что там какой-то сидит, прости Господи, сидит там, ну, как бы лукавый. Вы за голову держались, вот так слушали. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Да, да. Да, да. И мы поняли, что вот как раз там, и вот сейчас поле брани, и поле, ну, как бы войны, и идет бой, конкретно идет бой. И его вот эта самодостаточность, самоуверенность, сама... Вот, собственно, в эраках, на самом деле, и в Библии написаны, как и в жизни, как Господь Бог показывает, да, вот эта самоуверенность, безразличие. И вы в это время, обычно вы спокойны, и у вас вдруг вы чуть-чуть покраснели, и держитесь за голову, а потом вы сказали, так получается, что вы сами как бы есть, вот не буду назвать кто. И, прости Господи, вот как бы так сказали, и очень сильные переживания были, что вы все вот это, это поле брани, вот это все выдерживаете. Да, против меня, против меня, примерно 220 роликов уже выставлены в интернете, против врагов. За 8 месяцев я больше 9 тысяч матершинников выхлестнул из себя. Вот сколько? На меня больше, чем вместе на Путина, на Патриарха и на Медведева, на одного валят. Но... Вот это существо не было матершинников. А они не могут ничего пока сделать, Господь сохраняет. Смотрите, они, головина полностью изверг Владимира. Народ, народ так любит. А вот, который с ним беседовал, вы видели, Шахматов Алексей? Да, да. Завтра мы его встречаем, он специально едет взять у меня интервью. Мы ждем, ждем. То молитесь. Я сейчас скажу во сколько, это по-нашему 7, ну по-вашему 3 часа дня. Будет дело. 3 часа дня. Обязательно там, кого есть люди, чтобы попросить, чтобы помогли, молитвой, Господь кого-то примет нас. Они специально вопросы везут. А его отговаривают, не встречайтесь, вам плохо будет. Нет, другие-то. Но он все равно. Ну, Божий Дух, как будет плохо. Все в руках, Господь. Ну, что сделаешь? Ну, испытания. Да, конечно. С вами все ясно. С вами все понятно. С вами светло и тепло. И дай Бог, чтобы, невзирая в возраст, самочувствие, почему, чтобы Божья благодать и всегда, всегда присутствовала, всегда. И никогда не считала он мало, много, чтобы постоянно всегда было так. Благо. Вот от всего сердца желаем. Ну, это так. Если у вас когда-то будет сильная какая-то нужда, побеседовать меня не будет летом, потому что по скайпу я за все лето до 10 октября, с 10 июня уже не будет. Понятно. А это к отцу Кириллу Сахару сходить. Он уже, мы больше 30 лет дружим. Он у нас приезжал с ребятишками, там, со своими. Понятно. У нас очень близкие отношения с ним. Спаси Христос. Спасибо большое. Так, еще что-то есть у вас? Ну, пока мы неожиданно, вы позвонили, поэтому мы так основательно не готовились. Понятно. 10 июня у меня день рождения будет 80 лет. Это тоже помню. Вот. Тоже помолитесь там. Уж как Господь даст. Спаси Христос. Ну, ладно. Сейчас я вам материалы кое-какие скину. Еще что интересует вас? Все, слава Богу. Вы что посчитаете для нас? Вы сами увидите. Ну, я заранее могу сказать. Это трехтомник полного толкования Нового Завета. Это впервые за 2000 лет вышел комплект вместе с откровением. Такого не было. Плюс 240 иллюстраций светных. Это вообще. Видели... Парламентскую историческую. А сколько книг в библиотеке Ленина находится в ваших? В книге? Полный комплект. 38 томов. А, то есть можно. Все. Спасибо, Господи. Да. Я вам напишу. Ну, книги-то кончаются. Все. Кое-что переиздал. А. Если вдруг пойдет в голову вот такая миссия и распространять ваши книги, вот чтобы я этим занимался, каким образом я могу это делать? Потому что то, что в наших магазинах при храмах находится, уже и монахи говорят, что они... я говорю, вы же видите, что здесь 77 нет. И он молчит, он понимает, он молчит, и мне говорит, и он благословляет и говорит, ну, я как бы буду просить молиться, чтобы вы нашли. Ну, в итоге, да, я нашел. Но мне не очень это нравится, когда в монастырских, при храмах, вот всех этих магазинчиках, ларьках, ну, нет настоящих библий. Вот это смущает очень сильно. Понимаете? Да. Тут такое дело, что если Дух Божий побудит, то напрасны все препятствия. Вот представьте, сколько на меня три или четыре сенсорских отдела придумали в разных епархиях. Книги мои запросили у Дворкина, дальше в Одесский монастырь, и Киево-Пещерская лавра перепросила все книги. Там ими пять лет уже занимаются, а все, 15 лет, и ни одного слова мне не сообщают. Да. То есть это нельзя. Если я не опровергать вначале, я говорю, почему они на меня не падут открыто? А мне ответили, я говорю, а что они, самоубийцы, что ли? Я так подумал, 20, 30, 40, 50, ну 100 комплектов у вас куплю и раздам. Но вы понимаете, это настолько мало. Судя по и батюшке Владимира, и по вам, как вы говорите, что на самом деле это так, что 150 миллионов, всего-навсего 3% верующих, это катастрофа. Да. И чтобы люди, собственно говоря, уверовали, ну, именно ваша литература, именно источник, чтобы чистенький был. Вот почему я так подумал. Но как это, как это, ну, пока не знаю. Пока пробовали. Попытки были, и ничем закончились. Потому что я автор, приезжаю, они знакомятся. Притом у меня каких-то там полчаса, я должен, свалился как на голову, мне никто не звал, не ждал. Я должен вызвать авторитет к себе и доверие к книгам. Получить документы, подарить и в путь дорогу. Это не так просто все было. Поэтому мы вернулись, я больше не езжу. У меня тут сейчас, я здесь вот по ночному, в 2 часа я уже сижу, разбираю почту. А обычно мы встаем по-нашему 4,40. Понятно. Игнатий Иванович, спасибо вам, что уделили нам время. Спасибо. Да ну ладно. И за книги, и за все. И очень приятно с вами вот так. Я сейчас скажу, что у меня переизданы были так, к истинному православию. Это самая трудная, можно сказать, была книга. Там о крещении, ну, все-все-все по этим. Я вот сразу вам постараюсь выслать это. И Новый Завет, трехтомник, и Слово Божие не туз. Она как бы автобиографично, два священника пишут, из документов. Она, эта книга, как ключ к остальным книгам. И забыл, забыл. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, вот я Библию вот начал, и вы знаете, не знаю почему, но Господь Бог как на сердце положил, вот как бы я сразу не знаю почему. И я перешел и сразу начал с первой книги Ездры. Как вы думаете, вот поочередно существует или все-таки я правильно делаю. А тут кому, одни так открывают, где откроются, а другие уже слышали, начинают с бытие, а иные только с Нового Завета. Это ваш выбор, и вы за это Бога благодарите. То есть, этот путь правильный? Да. Потому что меня интересует первая книга Ездры, а потом уже... Да, может быть, для вас так и надо. Вот вы молились, перед тем, как открыть, всегда до чтения молитесь, во время чтения молитесь и после чтения. И поэтому толкования какие, православным думать не надо. У нас толкование святые отсыдали. Нам вера нужна. И уже, вот у меня начитано, оно есть в интернете, 12 томов златоуста. Я каждый день выставляю понемногу. Жития 12 томов насчитанное. И глаза-то не у всех хорошо смотрят. Вот так. Истинно говорите. Да. Вы прямо в самой Москве живете? Да, вот в самом-самом. Ну ладно, ладно. Так, если кто поедет, крестится, так вы с ними приезжайте. Головин отец Владимир собирается приехать? Да, тоже знаем. Знаете, все знаете. Так я тогда не нужен тогда и вам. Нет, 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 еще как. Вы знаете, Тихонович, я серьезно говорю, я на самом деле это правда, что я и утро, и вечер, и ночью, я фактически, когда вы спите, я иногда вы спите, я наблюдаю там, Владимир снимает, я смотрю, как он снимает иногда, как вы спите. И даже я смотрю то, что вы едите. Почему? Потому что очень многие не понимают, в чем дело. Но, знаете, каким-то образом я не просто смотрю, я это все вижу. И я понимаю, что то, что я бывший спортсмен, бывший педагог и тренер. И то, что вы с детьми работаете, и то, что с вами происходит, и ту психологию, ту душу, которую вы вкладываете, это на самом деле, это не просто труд. Это божий, да. Это как, ну, я обычно как говорю людям, когда объясняю. Я говорю, кто-то на клармете играет, не знает, но у него получается. Кто-то на саксофоне. Господь Бог дает. Кому-то это, кому-то это. А вот вам вот дано то, что, к сожалению, к сожалению, и президентам, и многим-многим еще, ну, не знаю почему, но он не дает это. А у вас вот это редко, это большая редкость. Вот и работоспособность, и вера, вот эта вера, которая от вас вот... Ну вот, если завтра будет у нас это, они сначала будет интервью, а потом пресс-конференции делают здесь. Он с этим едет, уже договорился, оплатил этот шахматов, Алексей Викторович. Да, да, да. Ну и вот здесь, когда мы что-то делаем, говорим, люди-то должны сравнивать с Библией, они этого не понимают. И люди пришли не ко мне, к Богу. А я теперь должен ответить, что Бог говорит, я только передаточное звено. А они лютуют. Вот сегодня зашел один священник, второй раз, ну и начинает говорить, я на каждом шагу его останавливаю, где ты берешь это? А вот люди слабые, поэтому мы делаем так-то, допускаем всех, я говорю, вы говорите превратно, губите людей. Если ты недостойного допускаешь до причастия, говорит Златоуст, ты гибнешь и того, кого допускаешь. Что же вы такие делаете-то? А он опять на меня, маленько погодяй, ему опять материал. Вот у меня в каждой книге, в каждой том, это открытым оком называется книга, 30 томов. И в ней, в каждой книге, примерно 3000 ссылок выдержки из Библии. Понятно. Вот у меня стихи, 3467 стихотворений по 9 куплетов, это 36 строчек, и у каждого стихотворения эпиграф. И напротив каждой строчки бывает место Библии, откуда взята мысль. Надо 36 раз Библию открыть, чтобы понять, что тут говорится. Ну, я об этом не думал, но Господь это дает, я не таюсь. 45 лет быть начальником лагеря, это дети. Ни одного повреждения, ни одного утонувшего, отравленного. Но маленько-то надо думать, что это такое. Вот прилетела директор Кэстонского института, слышали, я говорил, из Лондона? Да. Да. И она тут, ну, с Останкина дали сопроводительное, тут вдвоем они приехали. И она, когда уехала, там написала статью, и она пишет, мне, говорит, и в половину не рассказали, как цариса Савская сказала о Соломоне. Это Бог делает. Я все подчеркиваю, у меня нет гуманитарного образования. Я 56 лет у ног Христа сижу. Так что... Вы закупили самые крупные, самые серьезные университеты жизни. Это... Да. Этого ничего нет. И самое главное, что вы из жизни брали и отдаете самое полезное, что есть. Как Господь Бог как учил, как показывал, так и вы делаете. Потому что Он очень много часто нам дает именно то, что нам полезно, но из-за нашей вот этой ветхой, вот этой порченности, естественно, мы капризничаем, не понимаем. Кто бы мог думать, сегодня ты проще себе не дает, ты обиженный ходишь, как собачка, как щеночек. А через 2-3 года ты говоришь, Господи, Господи, каким я дураком был, спасибо тебе. А если бы ты дал бы у меня, если бы ты дал бы, я бы, наверное, сейчас не жив. И вот вы знаете это чувствуете. Почему? Потому что этой благодати у вас, это совершенно другое. И вы на этом уровне, в духовном уровне именно вы даете. А очень много это они не понимают. Они не ценят, потому что люди привыкшие или миллион, или миллиард тратить, чтобы нечто такое. Но они не понимают, с кем общаются, с чем имеют дело, они не представляют. Для них это театр. Потому что Господь Бог вот такой благодати, что был доступен, это есть подарок для них, то есть для нас. Но очень многие почему-то через вот этот экран, через все вот это, они воспринимают это как кино. Вот как и встреча будет шахматовым. Они очень много вот, азартно для них игра. А на самом деле, они, не каждый понимает, что это такая удача, это информация, которая идет, путь к спасению. Просто это путь к спасению. Это бесценно. Вот поэтому вам бесплатно и спасибо. В первом послании Иоанна, 4 глава, 5 стих прямо написано. Эти люди от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Но я вас избрал из мира, Господь говорит, поэтому они вас и не слушают. Они не могут от земли оторваться. Ну, много там хорошо хвалят, а это все мертвое. Ты дай то, что Дух Святой дал нам, в Святой Библии написано. Почему и написано? Да не отходит себе книга от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнить написанное. Это книга Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Это эпиграф. Ну что, вы если нас смотрите, то я думаю, я к утру наш разговор уже выставлю. Вы не против, что все выставляется в интернет? Нет, спасибо вам большое. У нас спасибо не говорят, а говорят «спаси Христос». Я, у меня эмоций не хватает. Я прошу принимать мои благодарности. И спаси Христос, и спаси Господи, и спасибо лично вам, Игнатики. Все. Дайте вам терпение в этом поле боя. Слава Христу. Слава. Сейчас я сброшу вам материал. Сейчас. Ну, отходим тогда. Вопросов нет больше, но с Богом. Спаси Христос.